Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про предметы из неорганических материалов. Мы с вами познакомимся с этими материалами заново, но не с точки зрения как обывателя. Мы же все знаем, что дерево у нас растет, правильно? Кость – это часть животного, правильно? Да? Мы рассмотрим их с точки зрения реставрации, с точки зрения археологии и сохранения этих предметов. Вот сегодня у нас будет на повестке предметы из кости, из дерева, кожи, ткани, бересты и бивни. Ну, так слегка затронем. Как я уже здесь слышала, что эти предметы из этих материалов мы практически не находим. Очень редко они попадаются при раскопках. Ну, почему мы об этом поговорим. Итак, основными причинами разрушения предметов из органических материалов специалисты считают две причины, которые можно разделить на две группы. Вот так вот. Внешние факторы и внутренние факторы. Внутренние – это особенности строения материала. А внешние – это те воздействия, которые испытывает предмет в процессе жизни, в процессе залегания в грунте после того, как мы его изъяли из земли. Об этом мы уже говорили на предыдущей лекции, на предыдущем уроке. Так вот, для начала нам нужно с вами познакомиться с внутренними причинами. То есть, опять, снова, заново познакомиться с предметами, с теми материалами, из чего же они состоят на самом деле. Почему они до нас доходят в плачевное состояние или вообще не доходят? Про внутренние причины мы поговорим позднее. Но вот для начала отметим внешние причины разрушения предметов. То есть те, которые фактически не зависят от самого предмета. Во-первых, в период бытования предмета. Скажите мне, пожалуйста, что может случиться с предметом? Ну, все, собственно, перед вами. Только назвать, да? Давай, говори. Что, например, может сломаться? Вот из органического материала. Кость. Кость. Из чего? Из кости, да? Из кости. Кожа. А что изготавливали с кожи? Одежду. Одежду. Еще что? Для металла, чтобы раскунать. Меха. Еще что может быть из кожи? Еще колчана. Почему нет в составе, да? Что? Можно сломать деревянную ложку. Ложку деревянную тоже сломать. Ну, сломали ее. А другой нету, что делать? Выкинуть. Выкинуть? А если вокруг дерева нету? Понимаете. Можно влезть, взять, взять, взять. Что сделать? Как скинуть сетей. Вот. То есть починить, да, предмет. Еще что? Может влиять. Вот что портит предмет? В процессе использования. Уточню. Человек. А что с ним может происходить? Возьмите, понимаете. Вот ложку. Замечали? Нет, деревянную ложку. Когда долго-долго используют деревянную ложку, что случается с ней? По кромочке. Стачивается, да? То есть потертости, стачивание предмета, внешней поверхности предмета, да? Так, еще на предметы влияют в процессе их жизни пигменты, то есть те краски, которыми мы покрасили. Поскольку краски не всегда натуральные, и они, в свою очередь, тоже воздействуют на материалы, да? Дальше. Предмет потеряли или вот специально закопали в землю, да? Он так или иначе попадает в землю. Что там на него может воздействовать? Во-первых, вода. Откуда она может взяться? Правильно, в земле тоже есть вода просто. Еще дождь, да? То есть вода там постоянно присутствует. С поверхности проникает вглубь. А еще бывают грунтовые воды, да? Которые сначала их много, потом они пересыхают. Но, тем не менее, они действуют, да? Кислород. Вы знаете, что в почве тоже содержится воздух? Его мало, но он там есть, да? Дальше. Температура. Во время зимы температура почвы такая же, как сейчас? Нет. А почему? Промерзает она, да. Все верно. Соответственно, предметы, которые находятся на глубине, ну, к примеру, ну, сантиметров 30, они будут промерзать? Ну, вместе с почвой, правильно, да? И с водой, которая там находится. Дальше. Состав почвы и ее характеристики. Все мы знаем, что почвы бывают разные, да? Бывают лесные почвы, бывают степные. Знаете об этом? Степные. Бывают вообще песчаные, правильно? Совершенно разный состав и химический состав почвы. Дальше. Почвы у нас живут и размножаются живые организмы. Кого можем мы отнести к живым организмам? Бактерии тоже, да? Еще? Насекомые. Еще кто? Кроты даже, да? Все верно. Они тоже в процессе залегания, в процессе бытования предмета в земле, нахождения тоже влияют на сохранность этого предмета. После изъятия из грунта. Вот мы с вами забрали предмет. Самое страшное для него. Это смена температуры. Это в первую очередь. Перепад температуры и влажности, да? Те же самые живые организмы, которые живут в воздухе, аэробные организмы. И как только предмет изымаем из грунта, они начинают заселять предмет. Ну и питаться им. Им очень нравятся органические предметы. Дальше. Кислород. Кислород у нас имеет определенное... воздействует определенного образа на предметы. Вот как он воздействует, знаете? Окисляет. Вот все правильно. Окисляет. Идет окисление и распад структуры предмета, о которых мы сейчас будем говорить. Ну и, наконец, у нас опять-таки вода. Избыток воды и отсутствие воды. Тут вот дело такое, что с водой дело не все так просто в отношении к органическим веществам. Воды должно быть в достаточном количестве. Если его мало, это плохо. Если много, это тоже плохо, потому что начинаются процессы гниения и жизнедеятельности, бурной жизнедеятельности развития бактерий и живых существ. Для того, чтобы понять, как именно вот эти вот факторы действуют на предмет, давайте вспомним с вами, что все органические вещества состоят из таких длинных-длинных цепочек, углеводородных цепей, к которым уже присоединяются определенные функциональные группы. То есть от присоединенных групп, от состава этих цепочек, от конфигурации этих цепей зависит то, как выглядит органика. Но в основе всегда лежит углеводородная цепь. Нас интересуют в первую очередь такие основные вещества, как целлюлоза и коллаген, которые как раз составляют основу тех предметов, которых мы находим, про которые мы посмотрели на первом слайде. Это кость, хрящ, кожа, сухожилия, это все в основе лежит коллаген. Это белок животный. И целлюлоза, которая входит в состав древесины, листьев травы, деревьев. Вот. Это основа. Для начала мы с вами поговорим про те предметы, в основе которых лежит коллаген, то есть животный белок. белок. То есть состав коллагена это длинная-длинная цепочка соединенных молекул. Очень сложно. Соединенных частичек, которые между собой свиваются в длинные-длинные цепи. Эти цепи объединяются по три штуки. Вот у нас молекулы коллагена. И соединяется в микрофибрилу. Они соединяются, опять-опять свиваются и соединяются между собой. и образуют уже волокна длинные. Вот у нас под микроскопом перед вами увеличение этих фибрилов. Вот это состав материалов из животного белка. А вот здесь еще одна фотография перед вами. Это у нас представлен состав волоса. Где мы волосы используем? Где использовались волосы? В каких предметах? Волосы, шерсть еще? Для чего? Для кухонных. Может быть, почему нет? А еще? Для шлемок. Такие? Ну да, а еще? Еще одна одежда. Одежда. А что в одежде использовалось? Шерсть. Шерсть, которую прилили. Вот состав шерсти. Он тоже состоит из коллагена. Но там несколько иная структура, но в принципе основа, основная цепочка там тоже коллаген. Обратите внимание на строение кожи. Это вот сразу скажу, это рисунок из сети интернет, это не я рисовала. Ну, для того, чтобы нам с вами познакомиться с ним, думаю, нам подойдет. То есть, верхний слой кожи, затем под ним следующий слой, который такой бугристый немножко, дальше сетчатый слой и подкожная клетчатка. В состав кожи входит не только коллаген, не только белки, там еще и жиры. Состав количества жиров в коже зависит от вида кожи, от вида того животного, из которого сделано. Перед вами кожный предмет археологический и минеральный соли. Кроме того, в коже при нормальном, по норме, должно быть содержание от 60 до 70 процентов воды. Это в норме. Но в археологической коже эта вода теряется. Ее остается всего лишь до 5 процентов. То есть, составляющая часть этой структуры кожи уходит. Это, наверное, одна из основных проблем сохранения кожных предметов. Итак, в составе кожи есть вода. Почему обратила на это внимание? Потому что в кожу входит связанная вода, которая замкнута в цепочку коллагена, жиров и прочего. Она находится, это молекулярная вода, находится внутри. А также существует свободная вода. Почему на этом заостряю внимание? Потому что кожу, когда мы извлекаем из грунта, нас интересуют прежде всего археологические предметы из кожи. Она поначалу кажется очень темной. Видели кожу? Нет? Кожаные изделия археологические. Темная, зачастую ее, если потрогаешь, она такая, как желе местами расходится. Встречалось вам такое или не встречалось, ребят? Не было? Но через некоторое время, когда вы ее вытащили из земли, она начинает резко трескаться. Вот это выходит вода внутренняя. Сначала выходит очень быстро свободная вода, а затем начинает выходить связанная вода, внутренняя вода, и начинает распадаться коллаген на небольшие фрагменты цепочки. И это уже идет необратимое изменение этого предмета. То есть вернуть к первоначальной форме этот предмет будет невозможным. Кости у нас лучше сохраняются, правда? Встречали чаще? Встречаются чаще. Так вот, встречаются кости чаще за счет того, что в составе кости присутствует не только коллаген, этот белок, но и гидроксиапатит. Это минерал. Он очень твердый и прочный по сравнению с органическими материалами. Этот минерал позволяет костям сохраняться лучше. Больше всего этого минерала находится где у нас? В зубах, поэтому они лучше всего сохраняются в верхней поверхности. Итак, подобный минерал вне костей и вне зубов находят вот видят такого камня. Оно немного розоватый, белесый, но тем не менее он существует в природе вне живых организмов. Ну и состав кости. Естественно, у нас предметы из кости, они сделаны не полностью, как правило, из всей кости, вот совсем полностью, закрытой кости, а из части кости. То есть, как правило, из толстых стенок выточенные предметы. Поэтому они лучше сохраняются, потому что эта часть наиболее прочная. Губчатое вещество у кости сохраняется хуже. Оно пористое, оно набирает больше воды из почвы и солей. Ну вот перед вами примеры предметов из кости. К сожалению, здесь у нас не так хорошо видно пример, но все равно можно разглядеть. Что чаще всего встречается на археологических предметах из кости? Особенно это начинает хорошо бросаться в глаза, когда они висят в музее под стеклом. Очень хорошо видно. И первое, что обычно спрашивают ребята, а что это за черные точки на кости? Как вы думаете, что это за точки? Вот здесь на нижнем слайде должно было быть видно почернение на кости. Я про кожу спрашивала и рассказывала. Что же случается, когда я его таскину? Нет, что случается, когда вытаскиваем из земли? Я только что сказала. В условиях кислорода, воды. Кто еще селится? Нет. Эти предметы заселяются бактериями, которые живут в воздухе. Эти бактерии начинают образовывать колонии. предметы из органических материалов сразу не обработать раствором антисептика, какими об этом я уже скажу позже, а может быть, каждому лично расскажу, эти предметы начинают становиться пищей для бактерий. Поэтому они могут распаться даже в течение первого года хранения этих предметов. Теперь перейдем к растителям. к предметам из растительных материалов, в частности основой которых является целлюлоза. Целлюлоза это тоже длинные белки, молекулы. Посмотрите, как молекулы выглядят. Затем молекулы целлюлоза между собой перевиваются, соединяются и образуют опять-таки вот такие волокна. Видим? Вот волокна, деревянная целлюлоза. Вот выглядит основа перед вами. такие перевитые нити, которые соединяются между собой. Посмотрим с вами на дерево. Что может случиться с деревом? В период бытования мы поговорили с вами, что может случиться. Правильно? Ручка сломалась, сточилась кромка, жучки съели еще при жизни. Лежала где-нибудь на полке, забыли, посмотрели, а ее уже съели до того, как вы использовали. Итак, целлюлоза тоже любят есть микроорганизмы. Знаете почему? Потому что целлюлоза, когда на нее впитывают воду, вот эти молекулы целлюлоза начинают распадаться на молекулы глюкозы. И дерево начинает распадаться и буквально в руках расходиться, на части, таким перышками может, мелкими расходиться. Но это еще не самое страшное. Самое страшное является предмет из Екатеринбургского музея, из Свердловского краеведческого музея. Перед нами предмет из Шигирского торфяника, насколько я помню, деревянного. Дерево очень плохо сохраняется за счет того, что у нас в почве находится очень много микроорганизмов, очень много воды и резкие перепады температуры существуют. Итак, для чего мы смотрим состав древесины? Опять-таки у нас деревянные предметы делаются не из цельного блока, не из целого дерева, а вырезаются только части, правильно? Рукояти. И мы когда смотрим на предмет из дерева, точно можно знать, откуда он вырезан, примерно, там видно полосочки тоненькие, вот они как раз, видите, слои. Почему на это акцентирую? Дело в том, что когда в дереве не хватает воды, когда мы извлекаем из грунта, не хватает ему воды, оно начинает резко рассыхаться. Собственно, мы такой эффект видим на топорах, на топорищах, да? То есть топорище, если сильно пересохшее, оно вылетает, уменьшается в размере, а зачастую еще идет трещинами, прям по этим самым слоям. И эти трещины уже ничем не заклеить-то можно, но они держаться особо все равно не будут. И потом заклеены, это заклеены, не целый предмет. Зачастую эти трещины являются необратимыми, то есть предмет собрать назад, если он сильно расслоился, уже невозможно. Так, вот перед вами еще слайды. Вот этот слайд, здесь у нас находится топор, и вот какая-то рукоять, на которую он насаживался. Я не совсем специалист в рукоятих, но тем не менее, это дерево в раскопе как выглядит. Вот оно вполне целое, правильно? Даже можно идентифицировать, что это деревянная рукоять, на которой насажен бронзовый предмет. Через неделю с этим деревом может произойти необратимое изменение. Это дерево может расслоиться и превратиться в принципе вообще в труху. Если с этим предметом из органики не начать сразу работать, если не убрать все факторы, про которые мы говорили в начале, мы его потеряем. Поэтому к органике нужно внимательно относиться. Еще деревянные мостовые тоже с интернет фотографии. Насколько я помню, это новгородские. Как их консервируют и как делают так, чтобы это дерево не расслоилось, сказать не могу. Как-то делают, потому что они существуют. И берестяная грамота перед вами. Береста это тоже часть дерева, береста очень любит воду. Когда она пересыхает, мы все видели, дрова перед нами лежат, березовые. береста на них. Если бересту снять и оставить на солнышке, она тут же у нас крутится. Комочек разогнуть ее будет очень сложно. Но это все равно возможно, ее поместить в воду и под пресс положить, потом высушить также под пресс. Она будет прямая. Но тем не менее, эти предметы все равно будут стремиться согнуться обратно. Они единожды согнувшись, свернувшись, они будут опять стремиться свернуться обратно. Вот такая память тоже есть у органических материалов. И последний предмет, материал, даже скажем так, не материал, это сложный составный материал, это ткани. Ткани бывают растительного происхождения, это лен, хлопок, к примеру, и животного происхождения. Про шерсть мы уже говорили. Шерсть, шелк. Одни ткани состоят, основой является целлюлоза, которая распадается точно так же, как дерево, любит распадаться волокна. У второго коллагеновые волокна, коллаген в составе. Перед вами картинка, самый распространенный вид плетения. Самый распространенный, пожалуй, если не ошибаюсь, самый древний. Поправьте меня, если ошибаюсь. То есть существует основа, в которой вертикальная линия располагается, и уток. Как правило, основа уходит. Почему она уходит? Она растворяется в первую очередь. И если мы извлекаем из земли археологическую ткань, можно ожидать того, что уток параллельной линии будут практически целы. Если не целы, то менее подвержены разрешения. А основы нет. Вот по этой картинке кто-то может придумать. Как сказать? Ничего в голову не приходит? Ну, посмотрите, устали уже, наверное, да? сейчас это уже последний. Последний материал я вас отпущу. Основа вертикальная, уток горизонтальная линия. Ну, во-первых, смотрите, они тоньше, да? Как правило, основа идет тоньше. Зачастую. А во-вторых, они более подвержены напряжение. Во-первых, в период носки предмета вы знаете, что одежду кроют по основе, то есть направление кроя, то есть основное напряжение в волокнах идет по основе. И они держат уток. Поэтому они более изношены на тот момент, более подвержены. на верхнем слайде была археологическая ткань в том виде, в котором ее находят обычно. Очень сильно грязная, непонятное вещество вообще. Зачастую не поймешь сразу, когда она землей покрыта, что это такое вообще в принципе. С этим нужно быть аккуратнее. То есть когда она встречается, какой-то странный предмет лежит, земля и вроде не земля. Бывали такие случаи, что вот эти комочки земли разворачивали реставраторы, профессионалы, которые органикой занимаются, разворачивали и получали шикарные ковры. Такое тоже есть. Халаты такие тоже есть. И вот перед вами ткань тоже плетения. Я бы не сказала, что мы первый слайд смотрели по тканям, где самое простейшее переплетение нитей, то это переплетение достаточно сложное. То есть у нас сейчас на данный момент такое плетение делать, считается, что эта ткань дорогая. Понимаете? То есть не надо думать, что древние люди и люди даже жившие в раннем железном веке или средневековье, они были не такие умелые, как мы. Нет, ткани были очень сложные. И в ткани вплетали даже золотые нити. а иной раз такие нити, которые были покрыты, сделаны из жилок животных и покрыты золотой фольгой. Вот такие нити, которые очень тоненько были. Итак, вот мы добрались как раз до того, чтобы объединить все то, о чем мы говорили с вами. Итак, на все предметы из органических материалов действуют как физические разрушения происходят, так и химические изменения происходят в структуре. Со структурами мы с вами познакомились более-менее, посмотрели, вспомнили. Итак, в погребенных условиях, то есть в земле. Мы сейчас говорим об этом. Период бытования мы с вами оставим. С этим мы более-менее знакомы с вами. Итак, в земле что у нас воздействует? Это воздух. Он необходим для живых микроорганизмов, чтобы дышать. Даже тот состав воздуха, который есть в почве. Затем активизация процессов гниения. Что такое процесс гниения? Это как раз действие этих самых микроорганизмов и распада предмета на составные части. Если он распадется полностью, даже собрать его не можем. Мы даже сказать не сможем, что именно там находилось. Вода воздействует физически. Самое тяжелое время для предмета после того, как он попал в грунт, это первые несколько лет. Так считают специалисты, которые работают с материалами. За несколько лет предмет пытаются приспособиться к тем условиям, в которые он попал. Пытаются привести в равновесие. Так же, как мы говорили про неорганические материалы, органические материалы тоже пытаются прийти в равновесие с окружающей средой. Хотя им это очень тяжело дается. Иные не выдерживают конкуренции с водой и живыми организмами, поэтому до нас уже не доходит. Доходит только очертание органики. Я бы не сказала, что эти все факторы перед вами действуют на предмет. Они воздействуют в комплексе на предмет. То есть каждая должна присутствовать или хотя бы несколько из них. Тогда идет распад органики сильнее. Так, вода. Окатывание. Поскольку она проникает с дождем вниз, она тащит за собой мельчайшие частички. Опять-таки органический материал начинает физически истираться, окатываться, даже находясь в земле. А вот что говорить про те предметы, которые у нас попадают в воду, в ручейки. Так, Она растворяет соли, которые тоже за собой тащат. Но хуже того, она растворяет кислоты, то есть вот эти газы, которые соединяются в воздухе еще в небе. выхлопные газы, допустим, от автомобиля, соединяясь с течичками воды, они образуют кислоту. И надо сказать, что большинство наших дождей, они кислотные. У меня есть с собой лакомцевая бумажка, можно попробовать. Вот эта дождевая вода, она не дистиллированная, она дает при тестировании легкий оттенок кислотный. небольшой процент. Дальше, микроорганизмы и бактерии тоже живут в водной среде. Дальше, разрушение гидролиз коллагена, то есть коллаген тоже начинает распадаться на части. Эти цепочки и коллаген, когда распадается на части, это в кости. Еще где коллаген у нас находится? В животных материалах, да? где находится коллаген? Там написано кость, кожа и шерстяные ткани. Коллаген становится на ощупь как желе, то есть предмет становится как желе, такая желатиновая корочка, неприятная, липкий, кожа становится липкая. Итак, Питательная среда для бактерий, это уже повторилось оказывается. Соли проникают в трещины, заполняют полностью, мало того, что химический состав меняется, но еще если химический состав выдержал и уже пришел в равновесие, остался, они стали добрыми соседями, то в процессе пересыхания грунта, допустим, если предмет лежит высоко, залегает, эти соли начинают отдавать воду, высыхать и при высыхании расширяться, и тем самым разрывается предмет на части. Трещинки появляются, микротрещинки, потом трещинки увеличиваются, дальше уже действуют бактерии и прочие вещества. Химический состав почв. Итак, мы говорили еще, что у нас есть самый твердый материал, из которого состоят зубы, гидроксиапатит, большая часть процентного гидроксиапатита в составе зубов. Так вот, он растворяется в кислых средах, кислой почве, кислотной. То есть кислотный состав почвы. Почва должна быть кислая, составом кислот большим. Итак, коллаген, в принципе, разрушается в щелочных почвах. То есть ничего хорошего нет, и там разрушится, и здесь разрушится. И в кислых почвах, допустим, и в лесных разрушится, и в щелочных. Итак, скажите мне состав ткани, дерева, листьев, деревьев. Что входит в основную часть? Основной элемент. Так не запомнили? Кто входит в основную? Целлюлоза. Вот целлюлоза хорошо разрушается в щелочных почвах. То есть если предмет состоит из целлюлозы, и из коллагена, то одна из этих составных частей будет уходить либо в той почву, либо в другой. Или смешанные ткани, да, бывают растительно-животного происхождения? Смешанные бывают. Бывают даже еще такие почвы, которые допустим, в составе захоронения. когда разлагается, распадается органика, кислотность почвы уже меняется. Вот это бывают локальные участки, где именно будут уходить органические материалы. Но существует несколько вариантов сохранения. После того, как мы предмет вытащили из грунта, он испытывает шок. Этот предмет начинает приспосабливаться к окружающей атмосфере. Большое количество шоковое состояние. То есть много веков, сот лет пролежавших при одной температуре, при одной и той же влажности, с одними и теми же микроорганизмами, с которыми он уже познакомился и даже смирился. Правильно? Попадая в окружающий мир, нам в руки, он, во-первых, мы его руками достаем. У нас на руках тоже живут бактерии. Правильно? Бывают? Бывают. Антисептиком не всегда пользуемся. Затем у нас есть на руках потожировое выделение. Их мы тоже оставляем на этом предмете, когда достаем руками его. Но это все хорошо. Но больше всего этот предмет реагирует на изменение температуры, перепад влажности. Мы об этом уже говорили в самом начале, быстренько пробежались по причинам. На кислород, который тут же начинает разрушать предмет и разрушать связи внутри предмета. Затем благодаря кислороду начинают другие бактерии заселять этот предмет. Не только с рук, но и те, которые летают в воздухе. Дальше. Вместе с водой вода, еще раз повторимся, вода при быстром высыхании уходят из внутренней структуры предмета. Не только с внешней поверхности, не только свободная вода. На ощупь мокрый предмет. Вот это свободная вода. А вроде мы смотрим сухой предмет, а он начинает все равно трескаться через какое-то время. Он пересыхает. Внутренняя вода из него выходит тоже. Это меньшее количество воды. Если мы этот предмет положим в воду и скажем, раз тебе так мало воды, лежи в воде. От этого тоже хорошего ничего не случится. Органический предмет начнет набирать воду и начнут рушиться связи межмолекулярные. То есть что делать? Вот очень сложно с этим предметом общаться. Это очень сложно. Но можно. Этот предмет нужно высушить, но высушить замедленной сушкой. То есть из него надо потихонечку убирать воду, чтобы резкого перепада не было, чтобы для него шока не было. Он так хоп и потрескался. Знаете такую вещь? Когда вы едите мороженое, а потом чай попили. Зубы болят. Такое ощущение, что они потрескались. Так вот наверное такие же ощущения испытывает предмет, когда его вытаскивают из земли. То есть ему больно. Я не знаю, живое существует или неживое, но он начинает разрушаться. Причем разрушение идет самое активное в течение первого года, после того, как его изъяли из земли. Опять-таки он пытается приспособливаться к вооружающей среде. Ничего такого сложного нет. Свет губителен для всех органических материалов. Свет разрушает в первую очередь межмолекулярные связи, которые уже потом не восстанавливаются. То есть когда у вас в руках предмет из органики, старайтесь его держать в тени. Во-первых, при раскопках это тень. Во-вторых, нужно создать темные условия, то есть убрать один из факторов. Уже предмет меньше будет разрушаться. А теряется цвет. Много рассказов я слышала о том, что археологи доставали и взымали какую-то ткань красивую, которая разными цветами была, зеленой, красной, и тут же она выцветала, становилась бледно-желтая. Это действие света. Действует мгновенно и уже разрушение необратимое. Соли. Вот эти самые соли, про которые мы говорили, водичка протаскивает, при высыхании кристаллизуются и начинают... А когда кристаллизуются... Вот, хотел спросить. Соль видели? Делали кристалли из соли? Наращивали? Не наращивали? Не пробовали? Вот на ниточку на шерстяную. Вот когда ниточка мокрая в соляном растворе, она увеличивается в размере, нет? Нет, вроде бы остается та же самая. Как только эта ниточка начинает высыхать и высыхает раствор, вода уходит из него, на нитку начинает нарастать соли. Эти соли иногда нарастают большими кристаллами, правильно? Так вот, вот эти кристаллы при высыхании в предмете, в трещинках, в микротрещинках, они начинают нарастать, увеличиваются, ну и соответственно разрывать предмет по трещинкам. Дальше, температура. Температура является вообще в принципе катализатором всех процессов. Как для бактерий, так и для солей, которые кроме того, что разрывают предмет, они еще окрашивают его, меняют расцветку. И температуру, я забыла сказать про температуру в погребенных условиях. Когда вода замерзает, она тоже расширяется. Когда становится тепло, предмет сжимается. Вот эти постоянные сжатия, расширения, это тоже очень плохо для предмета сказывается. Тем более, если предмет с ломом. Сейчас хотела показать примеры, как портятся предметы археологические. Ну вот здесь высыхание, посмотрите, был прямой предмет. Я вам показывала на слайдах с кожей, это был фрагмент обувки носовой части ботинка. Он был уже отреставрирован и расправлен. А этот предмет еще не реставрирован. Вот он как согнулся, вот высыхание кодинка. То есть коробится предмет. Дальше наверху тоже кожаный фрагмент. Жалко, плохо видно. На нем наросла плесень такими пятнами, звездочками. Тоже пошел процесс. Пришлось добавить антисептика и выгнать эту плесень из этого фрагмента. Дальше кость в процессе того, как организм заселяет ее и кость начинает чернеть такими звездочками, ниточками. И раз ниточки эти звездочки нельзя ни в коем случае убирать. Дело в том, что они прорастают насквозь и вглубь кости и вглубь деревяшки, если она попалась вам. Если это убрать, то предмет будет утрачен. Правильно? Если все сточить-то полностью. Но в процессе, если не предпринять мер, этот предмет может по этим колониям расколоться. Следующий. А это вот у нас угадайте, что это такое. Знаете предмет? Да, он черненький, он даже на фотографии. Черненький. Что это такое? Нет. Когти? Нет. Предположение? Ребра? Нет. Это один и тот же предмет. Это дерево. Это дерево, которое собрать уже невозможно. Оно пересохло чересчур. Его оставили высыхать в том виде, в котором оно есть. И оно расслоилось. И собрать его, из него предмет уже будет невозможно. Предмет утрачен. Все. Осталось только воспоминание. И надо сказать еще напоследок, хочу сказать, что те предметы, которые мы извлекаем из земли, это совершенно не то, о чем мы думаем. То есть это, если вы достали нож, да, это вроде бы нож, но это не так. Это образ ножа. Понимаете? Это призраки, которые доходят до нас. Пилить этим ножом уже не нужно. Так же, как деревянной колотушкой, которую вы нашли, вам повезло, нашли. Измельчать картошку, мять тоже не нужно. Это уже не тот предмет. Структурно он уже изменился. Это образ предмета, который до нас доходит, который мы пытаемся сохранить, для последующих поколений, для ученых, для интересующихся людей, да, история. Еще раз пробежимся по факторам разрушения. Итак, кислотность почв, влияние живых организмов, грибков и бактерий, влияние растений, про которые мы не говорили, почему-то, правда, деревьев, кустарников и травы, которые прорастают через предметы, влияние животных, насекомых, окислительно-восстановительный потенциал среды. А вот про это тоже не говорили, но это к нам не относится, к сожалению, по крайней мере, к памятникам Башкирии, мы здесь торфяники, и торфяниковые памятники практически не находим. У нас везде в почве находится кислород, который окисляет предметы. А если был бы торфяник, то там находилось место кислорода, что? Сероводород. То есть один из факторов уже будет убранный. И благодаря этому органика сохраняется замечательно. Итак, механическое давление грунта. Это нормально, правильно, на глубине. Предмет попал туда, засыпали землей, грунт придавили, и все, и раздавили предмет. Механическое давление и воздействие воды. Ну, с этим мы уже разобрались, вы уже специалисты в этой области. Итак, что же может сохранить предмет в почве? Условия сохранности. Это момент равновесия, про который я говорила. Вот этот предмет, который пролежал и сохранился сотни тысяч лет в почве, он еще столько же может пролежать, практически не разрушаясь. Потому что условия уже для него привычные. Соседство привычное. Может через какое-то время разрушиться, но не так быстро. Дальше. Наличие восстановительной среды. Вот как раз сероводород. Торфяниковые памятники. Дальше. Псевдоморфные завещения. Сейчас покажу на картинке, что это означает. Соседство с консервирующими веществами. Сейчас расскажу, когда слайд про мелькнем. Вечная мерзлота. Почему сохраняется? Потому что никаких процессов. Замедляются процессы. Как мы говорили, что температура – это катализатор. В холодильник положите. Вот, кстати, реставраторы, у которых я спрашивала, что же делать с предметами, которые мы извлекаем из грунта, но доставить их сразу к реставраторам нет возможности. Все они в один голос говорят, во-первых, положите в холодильник. В обычный холодильник не в морозилку. В морозилку не надо, иначе вода замерзнет. В холодильник все процессы замедляются, в том числе гниение. И большинство бактерий там не очень комфортно. Они застывают на какой-то момент. Дальше. Плотный воздухово-влагонепроницаемый грунт. Это глины, иной раз бывает запечатаны так, что органические материалы тоже находятся. Бывает такое. Итак, что же такое у нас в соседствах с консервирующими веществами? Вот у нас верхний слайд. Наконечники стрелы. Видно вам? Вот наконечники стрелы, и на них еще находится что? Обмотка, да? Та обмотка, которая... И частички древка, да? Чуть-чуть. Вот вроде бы... Кстати говоря, вот эти вот предметы, и вот такие кусочки органики, небольшие фрагменты, у нас чаще встречаются. Только благодаря тому, что они соседствовали с бронзой. Или медью. Когда бронза и медь окисляются, они выделяют такие вещества, и в частности продукты коррозии бронзы, они являются ядовитыми для живых организмов. И только благодаря этому это дерево сохраняется. Потому что живые организмы там выжить не могут и съесть не могут эти материалы. Дальше. Псевдомортное замещение. Очень жаль, что здесь вам не видно. Но, надеюсь, на презентации потом посмотрите видео. Будет видно. Вот это небольшой колышек перед вами. Колышек, вероятно, от палатки, как предполагают исследователи. Колышек состоит из нескольких материалов. Во-первых, это бронзовое кольцо и железный стерженек, который вставлялся. За бронзовое кольцо, вероятно, крепилась какая-то веревочка. Сам материал не сохранился. Органических материалов в этом раскопе не сохранился, насколько я знаю. Но до нас дошел фрагмент. Мы точно знаем, что это ткань. Вот смотрите. Вот здесь, на самом верху, вот такая, как голова, располагаются переплетения тканей. Опять-таки, уток остался, основы нет. Вот такие извилистые линии. Но это уже не ткань, это уже не нити, это уже даже не органика. Это органика? Нет. Это железо. Это продукты окисления железа, которые заместили с собой органику. И сохранили эту органику. Это форма прям. Понимаете? Или вот здесь вот у нас ножик, да? Внизу остатки ножика. Железо сохранилось, да? Ну, куда бедно оно есть, правильно? А вот органика, фрагмент рукоятики сохранился. Вот оно на верхнем слайде, это макросъемка. Ну вот. Сохранилось только за счет того, что железо окислялось. Эти окислы заместили дерево и стали как будто бы деревом. Псевдоморфное замещение называется. Вот так вот. Вот такие случаи бывают. И достаточно часто. Все. Мелькает последний слайд. Спасибо вам большое. На этом все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok